Доброе утро! Какого возраста вообще ребенок может выезжать на дорогу? По законодательству 14 лет можно выезжать на дорогу. Но мы когда вот приходим с беседами в школы, в образовательные организации, всегда говорю, как можно позже, как можно позже. Потому что я как сотрудник госавтоинспекции всегда с такой болью воспринимаю вот эти дорожно-транспортные происшествия, которому 14-15 лет пострадавшему, и 16 это еще дети. Поэтому как можно позже, ну и быть осторожнее. А о каких правилах дорожного движения вы напоминаете детям и можете сейчас напомнить нашим телезрителям, маленьким или их родителям? Детям, которые выезжают на проезжую часть. Я всегда говорю о том, что когда вы выезжаете, вы становитесь участником дорожного движения полноправным, таким же, как пешеход, водитель и пассажир. Почему? Потому что вы управляете велосипедом. Велосипед – это тоже транспортное средство, которое приводится в движение не с помощью двигателя, а с помощью мускульной силы человека. А велосипедист – это лицо, которое управляет этим транспортным средством. Поэтому вы также должны подчиняться требованиям дорожных знаков, жестов регулировщика, дорожной разметки, сигналов светофора. И в случае, если это уже взрослый велосипедист, он также несет административную ответственность за нарушение этих правил. И есть очень, добавлю, такая интересная особенность, что велосипедист очень быстро может превратиться в пешехода. Если он сойдет с велосипеда и ведет его рядом, это да, это уже пешеход, и он должен подчиняться требованиям именно касающихся пешеходов. Но если мы говорим о детях, то родители тут тоже должны большую роль принимать с 14 лет, если вы выпускаете, если вы решили, значит, разрешить ребенку выехать на дорогу, на велосипеде, вы должны быть уверены в его навыках, в навыках уверенного управления, что он прямо едет. Ну вот я вот сразу же хотела поговорить сейчас о навыках, раз у нас Александр здесь присутствует, наверняка он все знает, и поможет нам с вами вспомнить вот эти вот самые... Как же? Знаки, знаки, знаки. Нет, жесты, которые можно показать, да, что ты поворачиваешься, ты останавливаешься. Да, конечно. Велосипедисты на дороге определяют жесты, да, если нет электронных указателей, как поворотники на мотоциклах. Велосипедов такие бывают уже? Бывают, да, сейчас уже появилось, технологии не стоят на месте, но, тем не менее, ручные жесты никто не заменял. Если велосипедист хочет повернуть налево, знак вытянутая левая рука, либо... О, правая рука. Вот, началось. Правая рука, да. Правая рука, если человек хочет повернуть на право, вытянутая правая рука, либо левая, согнутая в локте. Соответственно, если велосипедист... Подождите, левая, согнутая в локте, означает, что я поворачиваю направо. Направо, да. Если человек хочет повернуть налево, соответственно, вытянутая левая прямая рука, либо согнутая правая, да. Это не в смысле поприветствовать, да, в инсеремусе, а действительно вот так показать? Да, это действительно, да. Вот это означает поворот налево, это поворот направо. А вытянутая прямая вверх рука, означает то, что человек, велосипедист, хочет остановить транспортное средство. А вытянутые две руки вверх, значит, помогите. Помогите, либо я финиширую. Хотелось бы добавить, что жесты должны поддаваться заблаговременно, чтобы другие участники движения, автомобилисты, это поняли, и у велосипедиста была возможность вернуть руку обратно на руль и уже безопасно совершать манюлы. Ну вот мы сейчас поговорили о велосипедистах, которые ездят по дороге. Я таких все-таки не так часто встречаю, а все-таки чаще по тротуару едут велосипедисты, да? Или я ошибаюсь? У них какие-то другие правила движения по тротуару? По тротуару разрешено движение велосипедистам, но при одном условии, чтобы они не создавали помех пешеходам. Если такая все-таки ситуация происходит, то они должны сойти с велосипеда и везти его рядом. Вот. И ситуация, когда с одного тротуара переезжают на другой через пешеходный переход. Не хотят выполнять, забывают. Через пешеходный переход нужно спешиться и идти пешком. И идти пешком, конечно же. Огромное количество людей, которые едут на велосипеде по пешеходному переходу, создавая всяческие помехи. Ну я вот, Юлечка, хочу Александра спросить. Он у нас как Рубаков сегодня одет. Да, нам про средства безопасности два слова. Да. Самое основное при движении на велосипеде, это все-таки безопасность человека. Потому что велосипед это травмоопасный вид транспорта. И когда падаешь, очень больно бывает. И очень больно восстанавливается. Мы знаем, у нас тут за кадром звукорежиссер сидит с разбитым лицом. Как раз он на пару дней назад и скатился с велосипеда. На велосипеде. Для того, чтобы таких ситуаций не возникало, обязательное условие при движении именно по дорожному полотну, это шлем. Шлем. Он с катафотом. С катафотом, да. То есть для чего это нужно? В темное время суток, чтобы себя обозначить. Ага, включаете. Включаете, вас автомобилисты видят, да. То есть шлем не стесняет движений, ты точно так же себя контролируешь. И так же он еще имеет возможность вентилироваться, если голове стало жарко. Если вдруг вето начнется. Да, голове стало жарко, мы просто открыли задвижки. Достаточно ли как-то фото на шлеме или все-таки на велосипеде они тоже должны быть? Дополнительно одежда велосипедиста должна содержать световозвращающие элементы. Вот, в данном примере я одел штучку, потому что у меня на джинсах нет световозвращающих элементов. А такая штучка, она спокойно отображает велосипедиста, то есть автомобилист. То есть она может быть на ноге, на руке? На руке, на ноге, в любом месте. Или в кармане? В кармане нежелательно. Также есть всякие вот браслетики, которые точно так же легко одеваются на руки, на ноги. Они веселые, интересные, и тем не менее они спасают человека на дороге в темное время суток. Вот вы сегодня у нас с велосипедом в студии находитесь. Перед выездом все-таки в город, что стоит проверить в своем транспортном средстве? Первое условие это, когда мы просыпаемся, то есть пытаемся выйти, мы проверяем давление в шинах. Если они хорошо накачаны, то есть мы уверены, что колеса у нас будут катить ровно. Дальше у нас идет проверка тормозов обязательно. Это обязательное условие, потому что велосипед должен тормозить. Если велосипед тормозить не будет, то случится беда. Идите пешком. Велосипед должен тормозить и перебрать велосипед к следующей поездке. Ну что ж, еще раз повторение мать учения. Никогда не бывает лишним напомнить детям, их родителям, чтобы вы были максимально, предельно внимательны. Все-таки, когда вы выезжаете со двора на своем велосипеде куда-то на дорогу по тротуару, она даже во дворе сейчас бывает небезопасно перемещаться. Поэтому 10 раз остановитесь, посмотрите направо-налево, вспомните знаки дорожного движения, переберитесь их сейчас перед летним сезоном. Ну и, конечно же, обязательно знаки поворачивайте. Надо выучить знаки. Мы благодарим Наталью, мы благодарим Александра. И желаем вам действительно, чтобы, Наталья, у вас работы было поменьше с нарушениями. А Александру, ну что ж, его железный конь позволяет ему сохранять хорошее настроение, бодрость, духа, грацию и пластику. Мы вернемся в студию буквально через пару минут.